К Украине нужно относиться как к члену НАТО. По мнению экс-госсекретаря Генри Киссинджера, после того, как Россия вела себя в Украине, так или иначе, формально или нет, Украину уже можно считать членом Альянса. Одновременно Киссинджер заявил, что в скором будущем состоится урегулирование военного конфликта между Россией и Украиной, вследствие которого Российская Федерация сохранит за собой оккупированный Крым и часть территории Донецкой и Луганской областей. И прямо сейчас можем обсудить эту тему глобальнее с Андреем Пиантковским. Это политолог и журналист. Он с нами на связи. Андрей Андреевич, здравствуйте. Добрый вечер. Для начала уточняющий такой глобальный вопрос. А что случилось? Почему так резко поменялось? Может быть, не резко, может быть, на дипломатическом языке это звучит по-другому. Но в мае Киссинджер говорил едва ли не про возможность каких-то территориальных уступок, а тут он уже говорит, что ни в коем случае не нужно давить на Киев, никаких уступок не будет, Украина уже член НАТО, но все равно в любом случае все должно закончиться за столом переговоров. Почему риторика? Вы знаете, во-первых, это очень знаменательное изменение риторики самого Киссинджера. Мы же помним, что Киссинджер последние 20 лет был противником расширения НАТО. И всегда он повторял все путинские нарративы о финляндизации Украины. Его концепция заключалась в том, что главный соперник Соединенных Штатов – это Китай, и нам хорошо бы перетянуть Россию на свою сторону. Для этого нужно учитывать какие-то интересы Путина на постсоветском пространстве, но прежде всего вот такую финляндизацию Украины. Тогда финляндизация-то понималась как ограничение суверенитета. Ирония судьбы, что сейчас финляндизация звучит в совершенно противоположном смысле, как принятие НАТО. В Финляндии сама становится членом НАТО. Это изменение не только Киссинджера, я вам свидетельствую, это изменение глубинное большинства западной политической элиты. Оно произошло вот в течение этих шести месяцев в результате их наблюдений за ходом войны. Понимаете, а почему, собственно, Украину не принимали в НАТО? Ну, вам говорили, что каким-то критерием не удовлетворяют. Это ерунда. А что, Северная Македония, там, Черногория удовлетворяют при всем уважении к этим замечательным государствам? Украину принимали в НАТО, потому что боялись брать на себя обязательства по статье 5, которая предусматривает необходимость сражаться за Украину в случае агрессии. Умирать, если хотите, на войне в Украине. Не хотелось американцам снова строить у себя в Вашингтоне памятники, где 35 тысяч солдат, погибших во Вьетнаме, например. Но сейчас ведь западные обыватели и западные эксперты убедились, что украинская армия сама справляется с так называемой второй в мире. И, собственно, умирать-то особенно и не придется. Вот Кейсер же правильно говорит, что фактически Украина уже в НАТО. В чем это выражается? В поставках оружия, предоставлении разведывательной информации, особенно в контексте использования хаймерсов и их нацеливания. Что Запад перестал бояться последствий своих обязательств по статье 5. Вот обратите внимание, вчера очень показательная вещь произошла. Даже неожиданно для меня, хотя я уже наблюдаю за этими изменениями, из Лондона и Вашингтона появились сигналы, обращенные в Москве. В случае, если вы будете продолжать провокации вокруг Запорожья, угрожая нам радиоактивным облаком, мы будем это рассматривать как ситуацию статьи 5, как агрессия против НАТО с неопаративными последствиями, то есть прямым участием наших вооруженных сил в обороне нашей страны. Запад перестал бояться Путина. Вот причина изменения концепции Кижинжа. И, кстати, Неван один из этих крупных деятелей, бывший генеральный секретарь НАТО Робертсон высказался в том же плане. Вот идет дискуссия сейчас известная между Ермаком и Расмусыным о гарантиях Украины. Ну, в случае, если... Сейчас официальная позиция Киева в том, что переменение, прекращение огня возможно только когда в случае отвода российских войск на 23 февраля. Ну, вот Киевы уже задали такой вопрос. Ну, хорошо. Они отвернут войска. Будет достигнуться перемене. А где гарантия безопасности Украины? И он, по сути, ответил, что гарантия безопасности будет принятие Украины НАТО. И вот эта позиция, мне кажется, сейчас в этой дискуссии, которая идет в Европе, украинская дипломатия должна принять активнейшее участие. Открылись новые возможности, готовность западных стран принять Украину по такому же ускоренному режиму, как Швеция и Финляндия. Я вот, знаете, нашла интервью двухнедельной давности Financial Times того же Киссинджера. И вот здесь его прямую речь хотелось бы зацитировать. Мы никогда не вернемся к прежним отношениям. Придется строить новые, когда закончится война. И не потому, что мы этого требуем, а потому, что это они, Путин, создали эту ситуацию. Путин просчитался и в оценке Запада, и в оценке возможностей своей страны. Так вот, я хочу дополнить эту фразу. А Запад ведь тоже, получается, просчитался в оценке возможностей России и в оценке возможностей российской армии. Но при этом, при всем, говоря с другими экспертами, международниками, они говорят, что Соединенные Штаты очень аккуратно дают оружие тоже, боясь, чтобы, не дай бог, Путин не подумал, что вот-вот это уже этап, на котором Соединенные Штаты уже открыто практически воюют на территории Украины с Российской Федерацией. То есть вы говорите о том, что на словах, да, мы понимаем, что они вот и это могут вести, и это вести, а на действиях мы не видим каких-то более радикальных. И какие это новые отношения, прежде которым пришел конец, как говорит Киссинджер, как вы видите это новые отношения? Разрыв дипломатических отношений, что еще может произойти такое, что действительно ударит по Кремлю, ударит по верхушке, кроме тех санкций, на которые они пытаются не обращать внимания? А вот на это отвечают вопросы, я думаю, уже известны в Украине, манифест, я это называю именно так, манифест 20 выдающихся военно-политических экспертов Америки. Это все бывшие генералы, посылы, очень ответственные люди, которые примерно с такими же упреками опрошиваются на администрацию Байдена, как вы только сейчас сформулировали, что помощь дается как бы достаточная для сдерживания российской агрессии, но недостаточно для решительного наступления в Украине, для выполнения хотя бы той же задачи, сформулируемой совместно с Западом и с Киевом, отвод российских войск на линию 23 февраля. И это очень серьезная, это по существу, это отражение той борьбы, которая ведется внутри администрации между друзьями Украины с Байденом и Остином с одной стороны, и вот таким пропутинским Херштейном, который пытается все время как-то затормозить эту помощь, это Джейк Селиван. И я думаю, что это письмо очень влиятельных людей, оно даже написано по просьбе тех же Остина и Блинкина, я думаю, они сформулируют те же самые упреки, которые вы только сейчас сформулируете, и я думаю, что оно получит свой воздействие в результате, ведь вопрос стоит очень просто. Передать эти дальние, так называемые дальнобойные ракеты для систем Хаймерс, которые бьют на 300 километров. И та авиация, ну которая, мы известно же, что украинцы тренируются, украинские летчики на F-16 сейчас в Америке, и готовятся передачи МИГов из восточноевропейских стран. Вот авиация и дальнобойные Хаймерсы, и системы противовоздушной обороны, Нессенс, они все перечисляются в этом меморале. Это будет достаточно для того, чтобы еще в этот летний-осенний сезон, в ближайшие два месяца, Украина могла разрушить Крымский мост и освободить Херсон. Уверяю вас, вот эти два события будут шокирующими для всей, как и так называемого глубинного народа российского, так и для бункера, и приведут к очень серьезным политическим потрясениям к России, будет означать по существу поражение в российской авантюре. Я думаю, что вот это письмо очень влиятельных людей, отражающее мнение так называемого глубинного государства, оно в самое ближайшее время окажет свои воздействия. Андрей Андреевич, знаете, если хочешь понять, что происходит по ту сторону баррикад, нужно читать глубинные средства массовой информации по типу Russia Today и РИА Новости, по работе нужно это делать. Затягивание конфликта на Украине, ну, как всегда пишут в России, чревато эскалацией, его необходимо завершить при помощи переговоров, заявил бывший госсекретарь США Генри Киссингер, пишут российские СМИ, эскалации тут интересно будет в сторону кого, но давайте вспомним еще про 24 августа, которого, ну, небезосновательно опасаются и в самой Украине, но тем не менее, Совет Безопасности ООН будет проходить как раз по последствиям российской войны против Украины, запросили его Соединенные Штаты и Евросоюз, широкий спектр вопросов и, в частности, будут обсуждать Запорожскую атомную электростанцию. Вы не зря вспомнили про пятую статью устава НАТО. Соответственно, я хочу сейчас понять, если говорить очень просто, объяснили ли Соединенные Штаты, в частности, и Евросоюз Путину, и верхушки Кремля, что провокации на Запорожской атомной электростанции чреваты серьезной эскалацией, и он не пойдет на это, и применение, например, того же тактического ядерного оружия, тему эту все равно продолжают муссировать, применение против Украины. Тактическим ядерным оружием мы уже все ему объяснили. Первый, между прочим, это сделал, если помните, еще несколько месяцев назад, раньше американцев, большой друг Украины, номер один, я считаю, на Западе, Борис Джонсон. Он сказал, что тогда капиталь ядерной державы не останется равнодушной к ядерной атаке Кремля на Украину. Потом соответствующие предупреждения были сделаны по военной линии американцами. И вы же заметили, что риторика ядерного Кремля изменилась. То есть он каждый день размахивал там своими ядерными, этими самыми, посейдонными, сарматами. А в последние дни повторяли такие тезисы, что мы исходим из того, что ядерная воева невозможна, мы не можем быть победителем, наше ядерное оружие – это оружие сдержанное, только для превратить ядерную атаку других держав и так далее. Это дали понять очень… Он поэтому и перешел на эту линию ядерного шантажа через Запорожскую АЭС. Потому что тут он как бы придумал, что здесь можно свалить на украинцев. В случае использования тактического оружия его бы сразу просто физически убили бы в ответном ударе. А здесь он может свалить на украинцев. Но и здесь его достала та же самая угроза. Да, эти угрозы были озвучены не главами государств, а очень крупными парламентариями в Великобритании и Америке. Но это было сделано очень синхронно и не случайно. Я думаю, что подобные угрозы транслировались и по линии военных контактов. Моя оценка, что ни на какую ядерную провокацию он здесь не пойдет. Потому что мы дали понять, что все это не очень плохо. А запорожская станция кончится только тем, что он отключит от украинских электрических сетей. Просто украдет запорожскую станцию. Вы знаете, вот еще интересные мысли по поводу того, как будут реагировать представители запада коллективного и чем может закончиться война, озвучил в своей колонке издания The Guardian Михаил Шишкин. Вы знаете, это писатель российский, который в изгнании живет в Швейцарии с 90-х годов. Да, и вот я просто в переводе процитирую буквально вот несколько его тезисов. Третья мировая война уже началась, это вот недавняя свежая статья. Это началось в 2014 году. Как можно вылечить чью-то слепоту, если они не хотят быть слепыми? И вспоминает он, что совсем недавно в Германии интеллектуалы собирали тысячи подписей под петиции с требованием к собственному правительству прекратить поставки оружия в Украину, потому что это может привести к Третьей мировой войне. А мы хотим мира. Теперь вопрос. Вот его вопрос звучит следующий в том, как и когда закончится эта война? Война против нацистской Германии закончилась не смертью Гитлера, а сокрушительным военным поражением. А вот смерть Путина однажды не измежна, а поражения России нет. И его дублируют очень многие, также политические, оппозиционные политики и российские, говорят о том, что на смерти Путина не закончатся террористические проявления Российской Федерации, потому что возникнет второй Путин, третий Путин, четвертый. Как вы видите развитие ситуации для того, чтобы раз и навсегда прекратить, так как это случилось после Второй мировой войны с Германией? Ну, вот если будет осуществлен тот сценарий в ближайшие два месяца, если поставки оружия будут такими, как настаивают эти 20 американских послов и генералов, то я думаю, Путин будет отстранен от власти. И я согласен, в криминальных структурах действует такое правило, опущенный пахан, уже не пахан, а военно-политическое руководство России, это как раз такая криминальная структура. Но Шишкин совершенно прав, что придут к власти не какие-то там замечательные либералы, а люди, которые в этом же бункере находятся, такие же негодяи, как Путин. Но они будут считаться с той реальностью, реальностью военной силы, объединенных союзников, сражающих Украиной и Запада, подставляющих современное оружие. И они будут выждены на первом этапе принять тот ультиматум коллективного Запада, отвезти войска на линию 23 февраля, а потом начнутся переговоры мирные уже о полном восстановлении украинского суверенитета, и Украина будет провести переговоры в очень сильной позиции. Придется отдать и Крым, и Донбасс, а что там будет происходить внутри России? Ну давайте не будем об этом гадать. Наша задача – победу Украины. Вот задачу прекрасно сформулировал Лой Тостин, министр обороны Соединенных Штатов, еще 25 апреля в Киеве. Он сказал, отвечая на вопрос, задающий цели Соединенных Штатов в этой войне, победа Украины, полное восстановление ее территориальной ценности и ослабление России до такой степени, чтобы она не смогла больше повторить эту агрессию, подобную агрессию. А что там будет уже дальше внутри России, внутри этого черного ящика? Ну это уже ставим разбираться российскому народу. Вот это все-таки немаловажно, хотя это и неприятный наверняка вопрос для россиян, но не могу его не озвучить. Вот на Западе, как мы видим из заявлений, никто не заинтересован в полном развале Российской Федерации, как государство единого, с федеральными своими округами, но заинтересованы в финале войны. Вы, как эксперт, скажете, возможно одно без другого? Вы знаете, конечно, Запад волнует распад ядерного государства. А вы помните выступление выдающегося президента, снижение начата Буша, старшего победителя в холодной войне, выступление в Верховном Совете Украины в августе 91-го года, когда его свистали. Это даже было не Рада, это было Верховное Советское, которое было большинство коммунистов. Когда он начал призывать, что не надо объявлять независимость в Украине, это уже было после первого референдума, не надо было объявлять независимость в Украине, вот замечательный есть президент Горбачев, оставайтесь в Советском Союзе. Это Запад боится всегда таких тяжелых, тяжелых геополитических поворотов. И этим, между прочим, и объясняется вот такая медлительность и осторожность даже американской администрации в предоставлении оружия. Но я думаю, это она будет определена. Еще раз повторю, что задача... Я согласен прекрасно с поставленными задачами Остиным. Давайте добьемся поражения России и полного освобождения украинской территории. Давайте дождемся, Андрей Андреевич. Будем благодарить вас за это общение в эфире. Андрей Пионтковский, политолог и журналист, только что был с нами на связи.